Всем привет, с вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор о выступлении российских команд в Еврокубках и сосредоточимся на полнейшем фиаску, который мы видим в Лиге Европы. Динамо и Ростов вылетели из этого турнира, причем вылетели в матчах с достаточно средними соперниками. Но при всем уважении, Макаби из Хайфы, тот же самый Локомотив из Тбилиси, это команды не самого высокого уровня. И, конечно же, это заставляет задуматься, а что творится с нашим футболом, почему мы терпим такие обидные поражения. Ведь, ладно, если бы мы вышли в следующий раунд и Динамо вылетел, допустим, от Гранаты, а тот же самый Ростов от Тоттенхэма, тогда было бы не так стыдно. Тогда было бы понятно, это представители топовых чемпионатов Англии и Испании, лучших на самом деле сейчас Лиг Мира, самых сильных чемпионатов. Тогда было бы не так обидно, но вылетать от команды из Грузии и из Израиля, ну, при всем уважении, все мы понимаем, что эти чемпионаты средние, даже на фоне нашей лиги. И, конечно же, это серьезная претензия ко всему нашему футболу. Почему мы, имея ресурсы, имея, в общем-то, и неплохих российских игроков, в конце концов, мы видим странную ситуацию, что наша сборная выступает вроде как неплохо в последнее время, добивается результатов, а команды на уровне клубного футбола почему-то проваливаются, то есть идет какой-то диссонанс непонятный. И давайте разберемся, каковы глубинные причины таких провалов, потому что ясное дело, что у каждого поражения свои конкретные причины и свои какие-то конкретные предпосылки. Ростов проиграл из-за одних проблем, Динамо из других и так далее. Но есть и общие черты, которые свойственны всем нашим российским командам и всему нашему футболу, из-за которых, к сожалению, из-за этих вот негативных черт. Мы в итоге и проигрываем матчи в Еврокубках, мы теряем шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА, и мы испытываем колоссальные проблемы на международной арене. Давайте разберемся в этом вопросе поподробнее, и я выведу несколько ключевых проблем, которые есть в нашем российском футболе. Хочу напомнить вам, что специально для вас был создан телеграм-канал PegasBet, в котором публикуются бесплатные прогнозы на спорт, которые помогут вам заработать. Все открыто и честно, а самое главное по статистике проходимость прогнозов более 90%, что гарантирует вам постоянную прибыль. Так что, не теряя ни минуты, заходите на телеграм-канал по ссылке в описании и начинайте зарабатывать. Ну и начинаем мы, понятное дело, с лимита на легионеров. Недавно я уже выпускал видео на эту тему, касательно возможного изменения структуры этого лимита, и там я, в частности, заявил, что нужно по-хорошему либо отменять его, либо так или иначе пытаться расширить, чтобы было больше, в том числе, квот для иностранных футболистов, чтобы было больше конкуренции, и чтобы наши футболисты, отечественные, не росли в тепличных условиях, когда они практически стопроцентно получат и хороший контракт в большом российском клубе, или просто в российском клубе, но на серьезную зарплату. И при этом будут еще периодически играть в футбол и получать свои шансы, вне зависимости зачастую от качества игры, просто потому что они россияне, и их нужно выпускать, или, как сейчас, их нужно заявлять в состав на сезон. Поэтому я считаю, что лимит в идеале нужно убирать. Тем более, что глядя на засилье армянских, белорусских и казахстанских футболистов, я вдвойне задумываюсь, а нахрен он нужен? И здесь никакого расизма, я ничего против этих ребят не имею. Но просто нам объявляли, что лимит вводится в интересах сборной. И вот сейчас получается, что у нас есть куча иностранных футболистов, казахстанских, армянских, те же самые белорусских, которые никак не могут усилить нашу сборную, потому что они иностранцы. Но и при этом они и под лимит не подходят. То есть здесь вообще какой-то идиотизм. И чем быстрее мы будем справляться и решать вопрос с этим самым лимитом, тем быстрее мы наконец-то исправим проблемы в нашем футболе. Потому что с нынешней системой у нас и дальше будет идти эта деградация. Ведь обратите внимание, в матчах Ростова и Динамо, какие вышли стартовые составы? У Ростова было 7 футболистов российских. Ну, включая Байрамяна. Но все-таки мы должны понимать, что он воспитанник российского футбола и до последнего считался, скажем так, кандидатом в нашу сборную. Потом, да, он перешел в армянское, скажем так, футбольное гражданство. Но ведь он, кстати, все равно остается нашим футболистом в том плане, что он не легионер. Поэтому здесь ситуация мало поменялась. У нас, у Ростова, 7 футболистов, которые выросли при лимите и которые выросли вот в этих лимитных условиях тепличных. У Динамо 6 футболистов стартового состава. Это россияне, которые также выросли в подобной ситуации. И мы видим, что обе команды, и Ростов, и Динамо, они даже выступая в Еврокубках, получается, вполне себе играют по лимиту. Причем по лимиту прошлогоднему. Я напомню, в прошлом сезоне было максимум 6 иностранцев на поле. А у нас, получается, динамовцы играют с 6 россиянами, 5 иностранцами. А что касается Ростова, здесь 4 легионера, 7 россиян. То есть все команды привыкли к этому лимиту. И все они его выполняют. Но и в результате вот эти дети лимита, которые составляют костяк и в Динамо, и в Ростове, проигрывают командам из Израиля и из Грузии. При всем вложении к этим чемпионатам. То есть мы видим, что ситуация и система, когда наши команды насильственно, знаете, вынужденно запихивают в обойму вот этих отечественных игроков, это приводит к деградации. В том числе и этих отечественных футболистов. И в результате, что Ростов, что Динамо, эти клубы переполнены отечественными исполнителями, вот этими лимитчиками, они проигрывают. Поэтому здесь делайте выводы. По-моему, результаты налицо. Еще одна проблема, это, к сожалению, тренерская школа. Долгое время многие возмущались, что у нас в российском чемпионате одни только старики, наставники остались, нет молодых тренеров. Одни и те же наставники мотаются по кругу из одного клуба в другой. И вот появились новые лица. И Новиков, тот же самый в Динамо, и Мусаев, например, в Краснодаре. И что мы видим? Новиков, прям скажем, не впечатлил. Это мягко говоря. А по факту я считаю, что он является одной из главных причин провала в Еврокубках. Что касается Мусаева, ну формально он победил. И на фоне Ростова и Динамо это несомненный прогресс и шаг вперед. Однако, он победил со счетом 2-1 дома. Пропустил мяч на своем поле. Это не самый лучший результат. К тому же, по ходу этой встречи, все было настолько на тоненького, что запросто Паук мог победить. И мы бы сейчас обсуждали три поражения в Еврокубках подряд. Просто катастрофу по-другому и не скажешь. Поэтому Мусаев тоже не особо, на самом деле, впечатлил своей работой в текущем сезоне Еврокубков. И здесь есть о чем призадуматься. Наши новые, вот эти молодые наставники, которым отчасти, ну, наверное, можно отнести и Карпина, они пока что не смотрятся каким-то, знаете, таким свежим поветрием, какими-то новыми людьми, которые пойдут и исправят все то, что было раньше. Напротив, у меня есть ощущение, что сейчас многие олдскульные тренера российские, как раз они могут спасти ситуацию. Потому что Семин, например, он как раз из тех старых наставников, которые многим, дескать, надоели, которых нужно было убрать и дать дорогу молодежи. И что мы видим? Семин после долгого перерыва, без нормальной работы фактически, возвращается и берет и чемпионство, и кубок, и возрождает локомотив. Стало быть, проблема тогда, вот лет 10-15 назад, она была не в том, что у нас в футболе чередуются одни и те же наставники. Напротив, те тренера, воспитанные еще в советской системе, они были еще хоть более-менее профпригодны и более-менее конкурентоспособны на уровне Европы. Те наставники, в том числе советской закалки, они и вывели нас на шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА, ну, вместе с иностранными тренерами. А вот сейчас повсюду в России молодые отечественные наставники. Симак, Карпин, другие и так далее, Кононов там в Спартаке, он не совсем отечественные, конечно, но относительно молодой тоже, новое лицо. И вот все они пришли и, получается, просрали ту самую шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА. А старая школа, тот же самый Семин, вот он мог вернуться в локомотив и сразу становился чемпионом. Ну, то есть это о чем говорит? О том, что у нас деградировала тренерская школа как раз в постсоветские времена. И у нас сейчас готовят не тренеров, а в лучшем случае физруков с высокой зарплатой. И мы видим, что наши наставники на уровне европейского футбола против, ну, как сказать, невыдающихся каких-то тренеров, против наставников из Израиля и той же самой Грузии показывают себя откровенно слабо. Мы увидели, что у того же самого Ростова и Динамо нет как такового плана Б, что наши команды просто не знали, как поменяться по ходу встречи, чтобы спасти игру. У нас просто не было никакого варианта, как изменить формат нашего футбола. И это катастрофа. В обоих матчах нас переиграли тактически и стратегически. Да и в матче Паука с Краснодаром опять же, все было очень на тоненького. Поэтому сейчас мы видим, что реально нет нового поколения тренеров, нет нормальных наставников. А старики, вот те ветераны наши, вот они могут принести пользу. Они могут как раз и в Еврокубках себя показать. Вспомните Пердыева, опять же, пример, олдскульного наставника советской закалки. Вот ему дали Ростов со средненьким составом. И что он творил в Еврокубках? Обыгрывал Баварио, Биллса с Манчестер Юнайта, с другими коллективами, Аякса обыгрывал другие команды. Вот понимаете, у него это почему-то получалось. А у нас теперь новое вот это молодое поколение, которого мы все так ждали, и вот оно появилось, и что дальше. И при этом наставников иностранных у нас сейчас почти нет. Тедерску, ну и все по сути своей. В общем, на данный момент нужно, конечно, что-то решать, и нужно срочно что-то менять в нашем футболе в плане тренеров, потому что у нас просто не появляются новые наставники. Касательно других моментов, нужно сделать упор на физику, на этот вопрос, потому что вспомните, опять же, сколько раз мы размышляли о том, что наши команды избалованы, что наши команды не умеют работать в плотном графике. И многие иронизировали, дескать, а представьте, что будет, если наши российские футбольные клубы окажутся в таком же ритме, как и английские, когда все играют через два дня на третий. Ну и сейчас мы увидели, что произойдет, если наши команды поместить в такие условия. У нас сейчас, из-за COVID-19, пришлось экстренно заканчивать прошлый сезон в сжатые сроки как раз в этом ритме и спустя неделю с небольшим начинать новый сезон. И в результате оказалось, что наши команды просто надорвались в физическом плане на фоне вот такого сумасшедшего графика. Ростов во втором тайме откровенно помер в плане физики. При том, что у команды, напомню, не было матча чемпионата России. На выходных они пропускали матч с Ротером из-за того, что Болгоградцы заболели. Казалось бы, все условия, чтобы подготовиться, но нет. Все равно команда выглядит откровенно мертвой в плане движения, физики и так далее. Вспоминаем тот же самый Динамовский матч. Ну там просто. Тбилиси куда быстрее был, куда мобильнее. Он лучше прессинговал. Все плюсы на стороне локомотива из Тбилиси. Ну и посмотрите на Зенит тот же самый. Вот представьте, что сейчас Зенит, который играл против Урала, выйдет на матч в Лиге Чемпионов. Что с ними сделают? Вы представляете? В нынешнем состоянии. Если даже Орлов с его-то непредвзятостью заявляет о том, что Зенит сейчас в ужасном положении и состоянии. Что с нашими командами? Вот стоило произойти этой оказии с COVID-19 и с этим плотным графиком, и все. Наши команды начинают помирать прямо на футбольном поле. Это, конечно, кошмар. Ну и, увы, нужно затронуть одну очень такую русскую или, можно сказать, российскую тему шапка закидательства. Как ни крути, оно здесь было. Было ощущение, что и Ростов, и Динамо как-то, знаете, не серьезно относятся к соперникам. Они считают, что вот эти грузины, израильтяне, да кто это вообще такие? Да сейчас мы их одной левой. Был у меня это ощущение. И как бы Новиков не пытался сказать, что, дескать, не было там недонастроя, что мы были сконцентрированы на матче, как бы Карпин не пытался объясниться, все равно, понимаете, были ярко выраженные эпизоды, когда очевидно всем становилось, наши игроки не готовы идти там в жесткие стыки. Хотя нет, готовы, но только привозят красные карточки, как Глебов. Но это исключение. А так-то по факту. В большинстве случаев наши футболисты где-то недорабатывали, где-то недостаточно боролись, где-то они жалели себя. Вспомните первый мяч, пропущенный Динамо. Там Шарль Кабаре недоработал в середине поля и оттуда в итоге вылетела вот эта атака голевая. Сколько было ситуаций, когда наши футболисты могли добежать до мяча, но не кидались в этот прорыв. Когда они могли что-то интересно соорудить, но вместо этого занимались ваттокатанием. При этом в концовке матча что Ростова, что Динамо было какое-то ощущение безысходности. И не было даже какого-то, знаете, огня в глазах желания исправить. Иногда ты можешь простить команде поражение, если видно, что они бились, старались до последних минут, кидались на амбразуру и пытались спасти положение. Но и согласитесь, не было этого ощущения ни в матче Ростова, ни в матче Динамо. И это ужасно. Не было какой-то мотивации, было ощущение, что мы играем с каким-то колхозом, который мы обязаны проходить, а в итоге колхоз просшел нас. Ну и что касается других нюансов, хотелось бы отметить еще одно любопытное наблюдение. И в матче с израильской командой, и в матче с грузинами у меня было стойкое ощущение, что играют команды пивзавода, наши команды, против бразильцев. Настойко соперник превосходил нас в технике. И ладно, там грузины, это для них традиция, это еще с Тбилисского Динамо пошло, но то, что израильская команда с их смешанным и достаточно мутным составом, что она выглядела техничнее Ростова, что у них перепасовки шли объективно лучше, что они лучше обращались с мячом. Я начал задумываться, что происходит. Ведь с одной стороны, хотелось бы отметить, что наши команды сильнее, они объективно сильнее, там талантливые футболисты, там есть и иностранцы те же самые, что Еременко не техничный, футболист техничный. Не знаю, тот же самый, например, Скопинцев в Динамо, этот игрок всегда славился хорошей техникой, он, кстати, в том числе и зарубежным опытом выступал в Германии, если ничего не путаю. Ну и спрашивается, почему вот все так банально выглядело, почему соперники оказывались техничнее. Но, как мне кажется, это следствие не индивидуальных проблем наших футболистов, а скорее проблем всего нашего чемпионата. Наша лига превратилась в оборонительное месиво. Вот так можно это все описать. Наши команды не хотят играть первым номером. Напротив, все стремятся отдать мяч сопернику и ждать его ошибки. И в свою очередь, команды боятся допустить ошибки, потому что это дает шанс его оппоненту, нашим оппонентам. И в результате те же самые техничные футболисты, они лишний раз в обводку не полезут. Они лишний раз не пойдут в какой-то смелый проход на дриблинге. И в результате наши команды боятся использовать технику, даже если у них есть хорошие, толковые футболисты в этом плане. Это начинается, возможно, еще от детско-юношеского спорта. Потому что я, как человек, который знаком с ПШМ, с другими системами молодежного футбола в России, я могу сказать, что наши молодежные тренера постоянно просят, чтобы мальчишки играли попроще. Чтобы было поменьше ошибок, чтобы паренек какой-то техничный не возился с мячом и так далее. И в результате у нас еще с тех, знаете, вот таких юношеских этапов футбола начинается вот это стремление к примитивному, оборонительному футболу с бей-беги в атакой. Ну и поэтому, даже если есть техничные футболисты, они все равно играют не технично. Даже если мы купим 11 бразильцев и выстроим их в стартовом составе российской команды, через пару лет они превратятся, условно говоря, в каких-нибудь Евгеньевых, в каких-нибудь там, я не знаю, кто еще, в Глебовых и так далее, которые будут играть точно так же, как наши футболисты. Изредка вспоминая, что они когда-то были бразильцами и могли использовать технику. И вот это мы видим на примере нашего Динамо, Ростова, классные футболисты, которые боятся использовать обводку, технику и так далее. И в результате соперник выглядит изощреннее, чем наши команды. Наши команды, которые собраны из футболистов высокого уровня, повыше, чем у грузин и у тех же самых израильтян. Но по факту футбол они показывают более интересный. И чем быстрее мы избавимся от этого засилья оборонительного футбола, тем больше у нас будет успехов в будущем. Потому что наши команды, опять же, на примере Динамо и Ростова, еще и не умеют играть в атаку, не умеют играть в позиционное нападение. Они все хороши, когда соперник идет в наступление и когда можно ловить его на контрвыпадах. Динамо таким образом может обыграть Зенит. Ростов таким образом тоже много кого может обыграть. А вот когда Ростов и Динамо нужно играть первым номером и взламывать оборону соперника, здесь ни одни, ни другие ни черта не понимают. Как они должны действовать, как они должны играть и так далее. Пока у нас футбол будет строиться по принципу как бы что ни вышло, отыграем в защите, а в атаке может быть один гол шальной забьем. Вот пока мы будем строить наши команды по этому принципу, мы будем просирать командам, уступающим нам в классе в Еврокубках. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше пяти-шести слов. Всем удачи, всем пока.